я обращаюсь ко всем у нас теперь есть бусти в чатике появляется ссылка она в описании вы можете подписаться по разным тарификациям подписывать на бусти поддерживайте нас не стесняйтесь бойцовский клуб моисей понимал что невозможно создать новое общество свободных людей из поколения которое родилось рабами моисей водил свой народ пустыне пока это поколение не вымерло моисей еврейский царь подтирался тайсом таймсом старик черт возьми мы вкалываем на паприках и в ресторанах гнем спину в офисах ливацкий идея пара работаем в дерьме чтоб купить дерьмо нам не нужно мы не востребованы не тебе великой войны не великой депрессии теперь у нас есть великая война наша война война духовна наши депрессии наша судьба телевидение внушило нам веру в то что все мы станем миллионерами звездами кино и рок-н-ролла какие детские мысли да прям отвратительно детские все вранье и мы начали это осознавать и это приводит все я мы кучка боющих и пляжащих испражнений жизни а вот это правда за все то время что существует понятие сейчас понимаю почему мне так не нравится бойцовский клуб вот это весь ливацкий пафосный шлейф который так в детстве надышался и на нас слушался сейчас он кажется настолько нелепым и настолько глупым и все только ленивый не пытался разобрать бойцовский клуб на предмет философии отсылок скрытых посланий автора высасывая символизм из пальцев я думаю скрытое послание автора это мужской орган вклеенный в кинопленку собственно вот это это то что автор хочет сказать и показать зрителю лишь бы тот приносил деньги если если это действительно был такой замысел типа я вам сейчас дам все псевдо философскую жвачку о том как нас имеют просто общество а на самом деле просто вам показываю свой полный орган чтобы просто платили мне деньги это не так плохо как жест так это стояло видеть настолько же ебаным и бетоном как например эдиты под the perfect girl думаю большинство из тех кто видел анонс этого ролика в прошлых трех посчитала что здесь я также как и уважаемые знатоки расскажу что марла сингер это третья личность рассказчика о том что потреблятство обидеть общество а весь рассказ современное потреблятство это хорошо какой смысл жить если ничего не потреблять я вот это не понимаю смысла тогда вообще существовать деньги деньги это новый грегор это божество надо служить там божество подкидывая в него дровишек ну уж понимаете что это все имеет шлейф подросткового бунта что я не такой как все и чем-то отличаюсь да нет ты такой же как все ты ничем не отличаешься мы все одинаковые мы думаем одинаковое хотим чего-то одинаково мы все запрограммированы говно создать эту тюрьму это самое важное жизни не выберешься это тоже надо принять трактовка пола ником зарата устранить а я прибухнул хотя немного мы сегодня выпили на 2 активации сегодня было всего лишь начинает нести силен тюма продолжаем господа активируйте функцию будем дальше философствовать по пьяни как насчет того что очевидный посыл истории никогда не был зарыт настолько глубоко а весь роман изначально был выстроен как критика деструктуизма согласимся сегодня чак один из тех писателей которых обычно выбирают при знакомстве с девушкой для рассказа о своих вкусах а сколько ты клуб это гимн одинаковости по люди действительно читал у него что-то помимо бойцовского клуба для начала я у чак паваника читал призраки и почему-то я слепала или не тошнота прочь про человек который задыхался в ресторанах я забыл как назывался его тоже экранизировали вы источник вообще не стоит и принимать как сюжет в привычном смысле попробуйте абстрагироваться и представить себе что дом на пейпер стрит это черепная коробка рассказчика причем я должен отметить не только у бойцовского клуба нет как таковой структуры автор буквально во всех своих книгах постоянно скачет по временной шкале перебрасываясь одной сюжетной линии на другую избавившись от классической трехактной системы подачи нарратива и концентрируясь не на общем двигателе сюжета а на мыслях главных героев и это не есть плохо будь стопроклятый где рассказчиком была мертвая 13-летняя девочка по имени мэдисон или удушье где уже сельсоголик виктор манчини является тем же самым раскачь удушье точно удушье а его мать в точной копии да тошнота это стартер это я перепутал удушье алера дёргана адам из уцелевшего бренди александр из невидимых и остальные в кавычках герои паланика все они как джек и тайлер по своим свойствам является лишь набором зависимости и вытекающих из них ситуаций необходимых для старта рассуждений автора поэтому и сюжетные твисты в том числе и бойцовского клуба не должны привлекать к себе так много внимания как привлекают все происходящее здесь это самый настоящий арт-хаус главным аспектом которого является лишь мысли персонажей бойцовский клуб далеко не рассказ о борьбе с классическими ценностями а рассказ об их принятии если эта история как тут многие об анархии восьмивание системы почему же тогда рассказчик уничтожил тайлера в себе все потому что джек перерос олицетворяемый тайлером юношеский максимализм и стал искать в людях замену бросившего его отца а с кем бы подрался хриф со своим отцом я своего не знаю то есть знаю кто но он ушел от нас когда мне было 6 женился на другой женщине у них родились дети мотивация саморазрушения здесь обусловлено как и у многих людей на распутье незнанием что делать со своей жизнью для человека важно иметь пример для подражания и как бы это не было возможно неприятно осознавать для каждого из нас то отец взглянув именно на него пример для продолжения но что господа мне осталось еще 26 лет и можно сгореть 26 16 лет можно сгореть 26 это много души читал неплохо вот кишки уровня зеленый слоник мы видим как можно поступать и как не стоит что же до людей выросших без отца далеко ходить не будем для примера возьмем любого участника питерской так сказать богема сейчас закройте глаза и подумайте кто он представляется скорее всего перед вами не формал обыкновенный человек для которого важнейшими деталями в личности ближнего являются не поверите его же атрибуты татуировки как правило сделаны неопытные однокурсницы за шаверму обосланные шмотки из секонд-хенда пусть и обосланные зато заметным логотипом даже количество сделок на даркнет площадках стало для людей поводом для гордости и даже они кто в таком случае правильно потребители мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания весь тот бунт это кстати его хабенский озвучил что ли это похоже на голос хабенского которым изначально одержим рассказчик вдохновлен такой же рекламой образа жизни только в виде саморазрушения и анархии как и члены клуба готовы отдать жизнь за возможность стать частью оппозиции ну вот в этом вся фигня корпорации капитализма что он все адаптирует все адаптирует под себя любой ваш бунт бунт это тоже теперь индустрия бунт это тоже теперь способ заработать деньги хочешь бунтовать платить деньги кто больше платит тот больше бунтует это нормально это правильно так же поступил надо все все ассимилировать все принимать в себя быть открытым всему и все это в итоге разворачивать в сторону работы на золотого тельца они все лишь перегруппировались из рабов общества рабов раба точно так же как и мы фубертатном возрасте пытаемся отбиться от руки своих родителей мы по факту меняем лишь своих идолов джек не имея родительской заботы всю сознательную жизнь искал опору смысл своего существования и когда обрел утратил вновь для него тайлер и стал примером для подражания кладезем истинных знаний о жизни в его собственном воспитании поэтому в тот самый момент когда талер его бросил рассказчика почувствовал себя вновь слабым ребенком лишенным отца словами самого тайлера лишь утратив все до конца мы обретаем свободу нет это не хобби сделал в конце истории джек он освободился от демона искусителя заставлявшего его ненавидеть мир вокруг вся та анархия выдаваемая за правду жизни весь проект разгром являлся лишь неправильным толкованием смысла нашего существования тайлер отрицает необходимость создания чего-то преподнося желание уничтожить цивилизацию свою личную утопию он считает что не нужно пытаться себя увековечить для истинной свободы нужно лишь признать что ты когда-нибудь умрешь и ничто вокруг не имеет смысла тем самым полонник через главных героев якобы глумится над эстетикой современного мира и преуспевания привлекая ваши глаза к книге или к экрану сначала заставляя разбирать его произведения на цитаты полюбить его персонажей за их высказывания затем показывая обратную сторону это медали все потому что сама идея анархия это опиум для народа копию кстати ты это это джек опиум по сути вам поставляет достопочтенный михаил светов потому что в чем-то это тоже такие анархические юные идеи о том что вот мы создадим новое идеальное общество понимаете тоже своего рода индустрия я считаю правда потрясающим то как современный зритель загоревшийся отрицанием всего консервативного видит только то что желает мы видим подтянутых маргиналов лице бреда пита и хелены боном картера жадно выкуривающих сигарету за сигареты после ебли в заброшенном доме мы видим юна макгрегора убитого героином рассуждающего о современной жизни когда это другая эстетика это эстетика декаданса тоже популярная в начале 20 века потому что классный образ и по сути с декаданса началась интеграция культуры в массы то есть это первая массово доступная культура то есть декаданс это масса культура поэтому разумеет всегда к этому и возвращается фоне играет гип-поп подтянут мы давно не видим мы видим сексуально растрепанную уму турман после передоза и мы жаждем быть как они забывая о том что марк рентон в итоге предпочел что ненавидимую в фильма рутину жизни на игле не воли смогла погибнуть а не просто потерять сознание и на экране всего-навсего актеры живущие ради карьерного успеха нам нравится думать что мы другие что мы чуть ли не на химическом уровне соединены иначе ты тоже считаешь себя да но это так кино и работает мы смотришь и думаешь и целительными да но это не про тебя и вот не надо папа попадаться на вот это вот чувство что это про тебя кто-то кто-то что знает нет поэтому надо уходить от того про что фильм важнее как он сделан и обоснованно лучше любого прохожего так ведь человеку всегда будет необходима возможность иметь и отстоять свою личную философию когда остальные считают его неправым и самым простым способом для несозревшего ума сделать это является желание разъебаться как и вандализм по отношению к окружающей кого из желания внутренней среде все это признаки беспомощности в самовыражении из-за этого люди ищут и всегда будут искать причину для мятежа являться меньшинством имеете на мышленьках для нас несбыточная мечта благодаря которой мы якобы сможем оставить след в истории возрастление принять брэк фасов чемпион страсти жизни как таковой со всеми недостатками центральная тема рассказа единственная верная критика от аллера дёрдана была в том что для полноценного развития человеку нужно обособиться от общества только не для того чтобы прожечь свою жизнь а посвятить ее настоящему делу дёрдана Субтитры сделал DimaTorzok Дело в том, что в жизни ты либо Тайлер Дёрден, имя которого разносится эхом по всем штатам Америки, либо безымянный член проекта Разгром, жаждущий еженедельное домашнее задание и готовый преклонить колено. Иерархия есть везде, и только от тебя зависит твое конкретное место в ней. Мне кажется, иерархия – это что в нас зашитое генетически, от чего мы не сможем никогда отказаться. Всем спасибо. Пожалуйста. Привет, друзья. Офисный хлюпик два года варил по ночам мыло и создавал армию для борьбы с культурой потребления. Да, «Бойцовский клуб» – один из худших фильмов, что я видел. Мне тоже не очень нравится. Сегодня я расскажу о драматическом триллере Дэвида Финчера, снятом по мотивам одноименного романа Чака Паланика под названием «Бойцовский клуб». В общем, намотал кишки на краник, Чак Паланик, Чак Паланик. Добро пожаловать в «Бойцовский клуб». Трудно говорить с пистолетом и стволом во рту. Тем более, мысли заняты неким Тайлером Дёрденом и проектом «Разгром». Боевики нанесли гремучую смесь на опоры фундамента дюжины зданий. Через пару минут на месте нескольких кварталов останутся лишь дымящиеся руины. А еще все это как-то связано с девушкой по имени Марла Сингер. Рассказчик переносится в группу психологической поддержки мужчин, больных раком. Он прижат к большой груди рыдающего мужчины по имени Боб, чья грудь выросла после гормонотерапии. Но стоит начать еще раньше, полгода. Боб мог стать, ты сказать, почетным членом общества теперь в современном обществе. И у нас таких теперь любят. Рассказчик мучился бессонницей. Он типичный белый воротничок, 30-летний человек без имени, раб мебели из Икея, скупающий все новинки. Устав от бессонницы, рассказчик приходит к доктору, но врач не видит особых проблем и советует попить валерьянки. А чтобы убрать моральные мучения, посмотреть на реальные муки больных раком. Вот так рассказчик попал на занятия группы психологической поддержки. Выслушав истории собравшихся... Кстати, в целом, смотрите, у Чикаполаника такие общие темы. Вот эта психологическая поддержка у него всегда присутствует во многих книгах. На него ходят, там встречаются. Какие-то вот типа офисные работники. Мужчин. Парень попал в объятия бывшего чемпиона по бодибилдингу, Боба. После его откровений вдруг пришло полное расслабление. Выплакавшись на груди Боба, рассказчик впервые за последнее время выспался. Он пристрастился к этому и стал посещать все группы поддержки подряд. Он молчал, и окружающие делали вывод, что у него все совсем плохо. Каждый вечер он возрождался вновь, пока не появилась она, Марла Сингер, которая не болела ничем. Однажды после очередного занятия рассказчик подошел к Марле. Она симулянтка, и он намерен ее изобличить. Но девушка обещает сделать с ним то же самое. Это дешевле, чем кино, и там дают бесплатный кофе. А вот ему зачем все это? Парень поясняет, что не может плакать, если в группе есть еще один симулянт. Мы просто не пробовали мужские. Блин, конечно, Хелена Бодом Картер имеет такую, да, интересную болезненно-готическую внешность. Какая-нибудь молодая. Он предлагает поделить группы, и она соглашается. Кстати, стоит обменяться телефонами на случай изменения расписания. Рассказчик летает по всему свету, потому что работает координатором по возврату. Его задача сводилась к изучению последствий автомобильных аварий и решению, возвращать ли машину на доработку. Однажды в самолете с ним заговорил сосед. Знает ли он, что кислород опьяняет? В катастрофические ситуации человек впадает в панику, надевает маску, и вдруг эйфория и покой. Вот на картинке аварийные приводнения, а на лицах безмятежность, как у коров в Индии. Рассказчик замечает... Кислород вызывает опьянение. На этом, кстати, построена техника холотропного дыхания, когда вы, по сути, испытываете небольшое кислородное отравление и видите странные образы. ...что у них одинаковые кейсы. Собеседник показывает производим... Здесь 611 тысяч просмотров. ...и мыло и дает визитку с именем Тайлер Дёрден. Он рассказывает, что взрывчатые вещества можно делать из подручных материалов. После приземления рассказчик видит, как его новый знакомый уезжает на шикарной тачке. Он привык считать своим домом кондоминиум на 15 этаже. Но, приехав в этот раз, он застает только груду тлеющих ошметков того, что было его личным имуществом. Произошла утечка газа. Затем где-то проскочила искра. Как ни странно, он находит уцелевший клочок бумаги с номером Марлы. Но, передумав говорить с ней, звонит Тайлеру. Они встретились в баре, и рассказчик выложил свои проблемы. Вот эта странная фигня, как они могут вместе общаться, как они... Но Тайлер... Мне так эта концепция не нравится, что кто-то воображает... Зачем ему шмотки? Это необходимо для выживания? Люди просто потребители. Они одержимы внешней атрибутикой преуспевания. Волнуют не убийство, голод, преступность, а знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов, имя набирки белья. На это пора наплевать. Пора эволюционировать. Почему ты хочешь изменить мир? Если кто-то кайфует от того, что ему нравится переключать телевизор, покупать какие-то шмотки, смотреть «В жизнь за звезд», смотреть того же маргинала, я не знаю, какого-то же Милевского, профессора Иванова. Да неважно, пусть смотрит. Это его жизнь. Пусть наслаждается. Какая разница? Почему надо превратиться в диктатора? Это же, по сути, кто у нас Тайлер? Это маленький человек. Понятно, что это один шизофреник. И вот он хочет превратиться в диктатора и говорить людям, как им жить. Он, по сути, становится Гитлером, либо Сталином, переходя к власти через террор и выстроить свое какое-то ужасное тоталитарное общество. Маленькие люди, самые мерзкие создания. Люди – рабы своих вещей. Тайлер не против, если рассказчик переночует у него. Никогда их не жалеть. Только сначала он должен ударить его посильнее. Рассказчик никогда не дрался и не знает, каково это. Он бьет Тайлера в ухо. И тут же получает сдачи. Войдя во вкус, парни лупят друг друга. И им это очень нравится. А потом идут в дом Тайлера, который, похоже, предназначался под снос. Большая часть окон забита фанерой. Замок сорван. Лестница вот-вот обвалится. Все чаще прохожие становились свидетелями драк между друзьями. Рассказчик приходил на работу с многочисленными синяками, чем вызывал недоумение начальника. Вскоре в их драках стали принимать участие и другие парни. После боя все становилось по силам. Даже сложные отчеты. Рассказчик мечтал подраться со своим боссом, а Тайлер с отцом. Все в их жизни было очень похоже. Оба были из поколения мужчин выращенными женщинами. Но по субботним вечерам они все сильнее убеждались в том, что не одиноки. Их компания собиралась в подвале бара, и Тайлер оглашал правила, о которых они условились. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило – не упоминать нигде о клубе. Третье правило – боец крикнул стоп, бой окончен. В бою участвуют двое, бои идут один за другим. И последнее – тот, кто впервые пришел в клуб, примет бой. В этих боях каждый понимал, что он живее всех живых. Мышцы новичка поначалу походили на рыхлое тесто. Через пару недель начинало казаться, будто они высечены из дерева. Все они стали иначе воспринимать мир. Рассказчик чувствовал жалость к парням, усердно занимавшимся гимнастикой, чтобы выглядеть так, как им велит реклама белья. Это достигалось в процессе боев. После боя все чувства… В процессе боя у тебя мышцы не накачаются. Рассказчик объяснял свои шрамы падениями с лестницы. И ему верили. Однажды в их доме раздался звонок, и в трубке зазвучал голос Марлы. Она не видела его ни на одном из собраний, хотя проверила все. Он признался, что нашел новую группу. А затем кладет трубку и уходит, не слушая, что она говорит. Ночью ему снится Марла. Утром дверь в комнату Тайлера оказывается закрытой, а к завтраку девушка появляется на кухне. Рассказчик потрясен. Что она здесь делает? Тайлер хохочет. Его подружка с прибабах. На YouTube полно каналах есть контент, которых на этом построен. Зато гибкая. Он услышал ее голос в трубке и сразу понял… Ну, зато не надо пересматривать фильм. Теперь я буду примерно четко помнить, о чем он… Смотрел я его, конечно, в детском возрасте, так сказать. Он уволок ее прямо из-под носа копов и не дал ей спать всю ночь. Детектив сообщает, что в сгоревшей квартире рассказчика найдены следы кустарного динамита. Но кому это надо? Тайлер подсказывает ответ. Уничтоживший его имущество, подарил рассказчику новый взгляд на мир. И он отвергает ценности материального имущества. Как-то Тайлер предлагает заняться варкой мыла. А для этого нужно раздобыть жир. Парни отправляются на задворки липосакционной клиники, чтобы раздобыть самый нежный жир в мире – человеческий. Вернувшись, Тайлер на плите готовит мыло, попутно просвещая рассказчика о методах изготовления динамита. А потом просит руку рассказчика и насыпает на нее щелочь. Это химический ожог. Рассказчик пытается заблокировать боль, но Тайлер призывает ощутить ее. Боль – это просветление. Каждый представлял отца богом. Отец его бросил. Они нежеланные божьи дети. Ну и плевать на это. Он должен без страха признать, что когда-нибудь умрет. И показывает такой же шрам на своей руке. Лишь утратив все до конца, человек обретает свободу. Черная метод. Каждый начальник рассказчика находит забытый им в принтере листок с правилами клуба. Рассказчик советует быть осторожнее, ведь человек, написавший это, опасен. Тихий и приличный... Это просто ход гения распечатывать правила клуба в офисе. Всегда делайте так. С виду псих может вдруг сорваться и начать метаться из офиса в офис, держа карабин в руках и расстреливая своих коллег. Напуганный начальник предпочитает ретироваться. Вечером рассказчик сталкивается на улице с Бобом. Мужчина рад. Он думал, что парень давно умер. Он перестал ходить в свою группу, потому что нашел кое-что получше. Правда, об этом говорить нельзя. Рассказчик понимает, речь идет о бойцовском клубе. Оказалось, что они ходят туда по разным дням. Боб восторгается парнем, придумавшим этот клуб. В этот же вечер друзья встречаются на ринге. И Боб побеждает. Я просто грудью завалил. Он благодарит за такой подарок миру. Затем Тайлер говорит. Я не думаю, что здесь нету... Ну, наверное, какой-то смысл и бунт такой молодежный. Но я думаю, что здесь чатики нету людям, которые... Господа, есть в чате люди, которым нравится бойцовский клуб. Ну, действительно нравится, действительно, они не как бы от него фанатеют. Такие, есть тут? Они самые сильные мужчины страны. Они вкалывают на фабриках и в ресторанах. Гнут спину в офисах. Их дразнят рекламой одежды. Они работают, чтобы купить ненужные вещи. Они невостребованные пасынки истории. Телевидение врет, что все они могут стать миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Тейлор Дэрден не спешит. Тейлор Дэрден понимает, что с девушкой своей я встретился не в самый удачный период в моей жизни. И это приводит всех в ярость. Рассказчик идет к начальнику. И тот высказывает недовольство его неряшливым видом и его прогулами. На что парень напоминает о промахах и недочетах в расследованиях аварий. Начальник возмущен. Он ему угрожает? А рассказчик предлагает дать ему ставку независимого консультанта. Тогда он будет работать из дома и никому не расскажет о том, что знает. Начальник вызывает охрану, но парень начинает бить себя и крушить все вокруг. Прибежавшая охрана застает избитого рассказчика на коленях перед начальником. И тому не остается ничего иного, как предоставить все требуемое. Теперь собрание клуба проходит ежедневно. Тайлер выдумывал новые домашние задания и раздавал их в запечатанных конвертах. Блин, даже тут домашние задания терпеть не могу. Парни портили рекламные баннеры, разбивали машины, прикармливали голубей над стоянками дорогих автомобилей, подбрасывали в самолеты листовки со страшным содержимым, взрывали магазины. Бойцовские клубы возникали во всех городах страны. В их дом начинают приходить волонтеры. Однажды на пороге появляется Боб. После испытания его принимают в клуб. Тайлер создал свою армию. Зачем? Вечером по ТВ идет передача о клубе. Полиция расследует множество актов вандализма, совершенных в городе, и как-то связанных с подпольными клубами. Команда бойцов подкарауливает начальника полиции и, угрожая оскоплением, приказывают прекратить расследование. Не стоит злить людей, которые обслуживают общество. Однажды они едут в автомобиль. Как может не нравиться фильм с Хеленой Боном Картер? Хороший аргумент. И рассказчик интересуется, почему он ничего не знает о проекте «Разгром». Тайлер признается, что это он взорвал его дом. В следующую минуту машина врезается в другую и вылетает на обочину. Рассказчик понимает, что испытывали те, кто служил материалом для его отчетов. А затем Тайлер исчез. Дом был полон людей, которые все время что-то делали, ничего не объясняя. Однажды в дом вносят тело Боба. Они выполняли задание – уничтожить предмет искусства и разгромить престижное кафе. Полиция открыла огонь, и Боб погиб. Бойцы предлагают закопать его в саду. Но рассказчик возмущен. Это его друг. Его имя – Роберт Полсон. Все бойцы начинают произносить имя погибшего. Новое правило. Тот, кто погиб, выполняя задание, обретает имя. Рассказчик бросается на поиски Тайлера. Он объезжает города, названия которых значились на корешках его билетов. И везде находит бойцовский клуб. У рассказчика появилось чувство дежавю. Куда бы он ни приходил, ему казалось, что он там уже бывал. Но он все время оказывался на шаг позади Тайлера. Пока не попал в один из баров, где... Были интересные и смешные видео. Но что-то было. Бармен поприветствовал его и сообщил, что он сам был тут в четверг. И называет его имя – мистер Дёрден. Тот, кто сделал ему этот шрам. Рассказчик звонит Марли. Девушка возмущена. Да, у них была любовь. Он то ласкает ее, то отбрасывает прочь. Тайлер все услышал. Как она его назвала? Тайлер Дёрден. И тут рассказчик видит в кресле Тайлера. Зачем он проболтался? Мужчина не понимает. Почему все вокруг принимают его за Тайлера? И приходит к мысли. Он и есть Тайлер. Он хотел изменить свою жизнь. Хотел так выглядеть. Обладать с таким умом, талантом, свободой. Люди видят себя такими, какими они хотели бы быть. Вот это самое нелепое. Он избивал себя сам. Типа, как это должно было сработать? Типа, чувак, вот это вот самый главный момент, который меня всегда в фильме бесил. Типа, что если это его двойник, то он избивал себя сам. И типа, ну, нормально себя избивает. Хм, ты-ка я тоже попробую. А давай вместе. Как это могло зародиться? В отличие от него, им не хватает смелости. А он ещё борется с этим. Поэтому иногда он — это он. А временами Тайлер. Он спешит домой. Находит ёмкости из-под мыла и понимает. Готовятся взрывы. Рассказчик встречает Марлу. Он хочет сказать ей правду и объяснить своё раздвоение. Она нравится ему по-настоящему. Но её жизнь в опасности. Марле он нравится, но у него серьёзные проблемы с психикой. И ему нужна профессиональная помощь. Рассказчик даёт ей деньги и усаживает в автобус. Он не должен знать, куда она уедет. После этого он идёт в полицию и признаётся, что он глава террористической организации. Выслушав его признание, офицеры восхищаются его поступком. И говорят, что он приказал им, если кто-то попытается сорвать проект «Разгром», даже он сам, оскопить его. Его хватают и укладывают на стол. Но ему удаётся выхватить у одного из них пистолет и выбежать в коридор. Он добегает до одного из известных адресов и находит на парковке машину, напичканную взрывчаткой. И в этот момент появляется Тайлер. Он не допустит срыва операции. Бомбы подложены в 10 зданий. Цель проекта – не смертоубийство. Все здания пусты. В службе охраны свои парни. Они не убивают. Они освобождают. И, тем не менее, рассказчик должен отключить бомбу. Вот только какой провод выдернуть? Он выдёргивает зелёный. И бомба обезврежена. Но Тайлер выбрасывает его искусство. С проводами такой штаб. И закрывает машину. Они дерутся. Но на мониторе. Вопрос вообще не в тему. Как вам уверен, Фауна? Я считаю, это один из лучших фильмов Гильермо Дель Торо в целом, который он снимал когда-либо. Это отличная сказочная история про как раз уход от реальности, уход от реальности ребёнка в борьбу с нацистами в Испании. Круто сделанная, очень стильная. Преживание ребёнка, что у неё появляется отчим. Плохие отношения с отчимом. Это всё её погружает в некоторый сказочный мир. Это отличная сказка. Круто сделанная. На крутой психологии. Построенная. Ну и стильная по-своему с этими испытаниями. Мне нравится её структура. С крутыми, опять же, куклами. Ну и гримом, который там используется. Мне Аллея Кошмаров зашла. Ну, Аллея Кошмаров попроще. Всё-таки по сравнению с Суберинтом Фауна. Хотя там изменён, в отличие от оригинала. Оригинал больше надежды даёт, чем ремейк, который Гильермо Дель Торо снял. Вах видно только рассказчика, которого невидимая сила швыряет с лестницы. И вот он, с пистолетом во рту. Отсюда они увидят закат финансовой истории. Тут они видят автобус, из которого выводят Марло. Тайлер рубит концы. Но рассказчик этого не хочет. Почему он не может отделаться от галлюцинации? И понимает. Пистолет в его руке. Прикладывает его к голове и стреляет. Тело Тайлера падает и исчезает. Бойцы в шоке. Как Дёрден может быть живым после такого ранения? Но он отсылает всех, оставляя Марло. Всё теперь будет прекрасно. Хотя они встретились в странный период его жизни. За окнами взрываются дома. Фильм не получил широкой популярности в своё время. Слишком низвергающим всё, что дорого современному человеку он был. И сам слоган фильма... Чё-то ещё хотел добавить. Ну, кстати, Хронос ещё у Гильермо. Первый его фильм. Хронос очень хороший. Тоже рекомендую его посмотреть. Это буддистский постулат. Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу. А я бы сказал, обретаем истинную свободу. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо огромное за два видео. Дэдстонис сейчас... Дэдстонис сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok